все точки над и в городе иркутске мы будем расставлять с жанной шевелевой женским психологом коучем тренером экспертом по отношениям доброе утро доброе утро жанна когда вы были последний раз на нашей программе вы еще были с другой фамилии а теперь мы можем вас поздравить да я вышла замуж и как раз расстались таким образом кардинально с прошлым правильно его окончательно даже сменила фамилию то есть это окончательно и бесповоротно когда женщина берет фамилию мужа это значит с прошлым она расстается но практически всегда так происходит а если вот это о этом документов столько там менять и так далее так это просто она видимо не хочет есть есть кто-то оставляем сейчас это делать это делать просто через госуслуги все делается вообще не проблема это отмазка я считаю что это отмазка за прекрасно скажите как же понять что прошлые отношения мешают настоящими ну а бы об них как бы спотыкаешься то есть думаешь о том как было бывает с негативом ах он такой ах он секой или она да или наоборот вот такие воспоминания я лучше не найду все и как только вот эти симптомы в себе уловил эмоции мысли все это значит ты не здесь ты там то есть вперед дороги нет потому что вся твоя энергия эмоции туда инвестируется назад а с какой числом они там энергии ну ну собственно да то есть вот та жизненная энергия которая нужна для рывка вперед или просто посмотреть вперед она тратится туда что уже закончилась вот эта фраза вашего я лучше не найду почему эта фраза является сигналом звоночком банком что надо но это признак того что человек не смирился все это уже закончилось это был тот этап возможно ты стоишь на пороге еще лучшего да ну вот вот понять что будет лучше и порой вот ну какие-то внутренние переживания отпущены отношения есть такое понятие они не отпущены это не то что ты забыла просто ты их не отпустила не распрощалась не поблагодарила не переняла этот опыт и так далее даже расставшись да потом встречаясь с кем-то где-то этот как раз за ночью когда ты встречаешься и тебе но не комфортно сравниваешь да сравниваешь но потом когда ты рассталась и сравниваешь какая-то была тогда как выбор партнер ты тоже была другая или был другой а следующий партнер ну попробуй вы к нему присмотреться но застит глаза то есть я лучше не найду вот это такой плохой звонок это значит что а бывает так женщина не может годами ничего построить нового потому что в старом она еще одной ногой там знаете такой газ тормоз то есть я и вперед не еду да я торможу вот это очень такое состояние очень плохое то есть мешает двигаться вперед и быть здесь и сейчас кстати не обязательно же из одних отношений прыгать в другие я вообще не рекомендую это делать должен быть период должен быть период собраться себя восстановить заново то есть пройти вот эти нормально нормальные стадии вы знаете как при потере близкого человека говорят расставание маленькая смерть ну по сути это так да то есть нормальные стадии это шок сначала отрицание нет это не со мной потом агрессия или поиск виноватых да потом страдания депрессия и только потом принятия до принятия вот то есть эти стадии нужно пройти потому что прыгнуть сразу в другие отношения это значит другого партнера облечь на то чтобы он был эмоциональными костылями залечивал душевные раны зачем то есть сейчас бывает как поправьте что вот казалось бы ты начинаешь новые отношения отношения те же но грубо говоря все то же самое что было там сценарий 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 почерк 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 тоже очень важно при выходе из отношений сделать анализ какой урок пришел через этого человека через эти отношения посмотреть а в чем я ошибалась то взять ответственность на себя да может быть я вообще выбрала не того человека может быть я как-то поступало не так может быть я что-то делал не то и это привело к трагическому исходу или к расставанию но если это не переоценить не просмотреть не принять это как урок вот тогда вселенная подкинет человека через которого этот урок придет слова еще сильнее даже ну такова закономерность поэтому чтобы сценарий не повторять нужно обнулиться и вне такой стены обнуление все это очень важно плохое отпустить хорошие взять хорошие это не только приятные воспоминания это опыт и уроки до их прямо принять благодарностью потому что для чего-то это было этот человек для чего-то был и даже расставание было для чего-то скажите пожалуйста сколько времени должно пройти чтобы нормально забыть прошлые отношения есть такое мнение что ровно половина от того срока что были вместе вот вы с этим согласны или нет отчасти согласна но работая я женщинами только работаю я смотрю что вроде бы этот срок удлиняется уже не половина ху уже практически полный срок а потом я поняла что у меня например было бы жаль этого времени то есть представляете вот много-много лет отпускать такое тоже бывает но это значит 10 лет я забываю нет я воену пример не согласна есть же там кто-то встречается два-три месяца но бывает такое на дыше а потом несколько лет то есть вот этот вариант в половину срока то что полтора месяца это значит была очень сильная психоэмоциональная травма нанесена при разрыве и это нужно конечно решается специалисты а потом вот этот срок отпускание его можно значительно сократить если обратиться за помощью минут два месяца мне кажется это мы не о чем доля не нашли и переживания и сожалению знакомая которая ну там она там года четыре ходит там каждый день там страдает переживает этом вот какие-то это быстро эмоционально зависимый кстати когда человек не может забыть распрощаться с прошлым это признак зависимости эмоциональная зависимость она лечится как любая другая зависимость то есть по одну то есть это нужно понимать просто это зависимость и биохимическая в том числе есть такое понятие адреналиновая любовь это значит да когда очень резкие эмоции да и такая вот еще амплитуды например встретили все классно потом раз просели расстались опять встретились то есть а получается такая биохимическая привязка выброс адреналина когда классно адреналин выбрасывается когда человек стоит перед лицом опасности так природа позаботилась опасности нету для жизни этот адреналин нужно загасить и организм выбрасывает внутри эндорфин опиат и вот это многократное повторение адреналин и эндорфин привыкание вызывает стойкое привыкание поэтому от этого можно избавляться как от любой другой зависимости не знаю эмоциональному наркологу грубо говоря надо психологу до к нормальному психологу которая поможет сделать вот этот эмоциональный энергетический разрыв но потому что это правда мучительно какие действенные советы такие если не ходить например психологу есть какие-то небольшие есть опять же зависит от того в какой стадии то есть если только-только это произошло да то ничем человеку не поможешь он должен свой шок пережить сам ему ему лучше поддержать и лучше не давать ему советы все к лучшему должен вообще давать советы и не психолог как раз может фокус внимания сместить на то что ты чувствуешь потому что обычно человек нечего он ступори в эмоциональном здесь очень важно начать вытаскивать все это но могут пригодиться друзья близкие но бессмысленно давать какие-то советы и и глупо так поддерживать все образуется человек не слышит этот момент ему конечно с ним надо побыть рядом и сказать так нормально я рядом если что я рядом принести ему чай посидеть рядом и все если стадия уже идет агрессия поиска виноватых тогда надо сместить фокус внимания на то что никто не виноват это просто расставание нужно просто ну извлечь уроки иногда человек тоже не слышит и попадает в фазу депрессии вот здесь очень важны близкие здесь важна помощь психолога чтобы помочь человеку почувствовать вкус жизни снова это значит что нужно свою жизнь буквально насыщать разными удовольствия кайфушками телесными эмоциональными потому что очень сложно вот ну подняться по выбрать по вибрации вот это такой тон эмоциональный пресно все вот безвкусно очень важно быть с таким человеком рядом потому что если он сам не понимает как себе помочь а часто мы не можем себе помочь это мы другим можем до помочь со стороны вообще все видно еще понятно чужую беду до руками разведу поэтому ну и избавляться от негативных эмоций если не к специалисту но не знаю колотить грушу кричать плакать очень хорошо со слезами выходят эмоции заниматься спортом там танцевать не знаю что угодно писать письмо обид просто вытаскивать из себя эти эмоции негативные но как-то так эмоциональная блокад информационная блокада знаете как народе с глаз долой и сердце вон вот вообще чтобы не было никакого воспоминания ничего никакого на вот мы об этом говорили о том что часто так бывает что вот окружение вот ситуации да вот ты в таком находишься колебании а у вас вокруг вот ваших колебаний еще вот такие колебания в виде ваших друзей которые добавляют они не могут и с тем человеком порвать отношения с вами даже друзьям вот такая рекомендация не нужно напоминать ну как ты там что а я вот его видела или и увидела это очень болезненно для человека информационная блокада это значит все нет его вот представить его вообще нет чем быстрее человек выберется из этого тем тем лучше поэтому друзья бывает причиняет такое добро начинает колупать рамка только затянется на ней никакая колупать да поэтому да 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 но и сам человек должен тоже взять на себя ответственность и сказать друзьям бывают такие друзья которые не слышат и но я же хочу как лучше так стоп мы этого человека не упоминаем как это в сует да то есть удалить и говори не произносим имя это удалить везде все любые напоминания удалить везде и вообще еще лучше сделать генеральную уборку переставить мебель сходить и поменять имидж стиль ну то есть вот такое вот символизм женщина это 100 процентов когда срезает косы это сто процентов я же тебе говорила это это может быть какой-то просто хочется какого-то обновления но очень часто кстати женщина меняет имидж у нее такой для нее знак я начинаю жизнь с чистого листа я считаю что это очень хорошо вот любые способы хороши если женщина может опять начать себя любить уважать нравится себе получать комплименты на пороге нового а для женщины что такое на пороге новое новое платье новые эмоции новая новый стиль и так далее нормально если это работает а это работает почему нет опять же не будешь одинаково а вот после таких травмирующих отношений и зачастую бывают что люди новым людям в своей жизни не верят и вернуки и навешивать знаете вот это признак непрожитой травмы это значит застрявшая обида то есть это надо вытаскивать это только со специалистами к сожалению другому самостоятельно с этим справиться очень сложно не ну все если уже застряла застряла это уже надо вытаскивать то есть нужно как это как мы тут говорим о осознанность до осознать что ты там из раза раз наступаешь на те же грабли да иногда на детский ну по сути и мне она не знаю или мне так везет ко мне уже такие приходят женщины которые прямо это и заявляет и у меня эмоциональная зависимость или я не могу забыть я не могу отпустить то есть они уже понимают у меня проблема они уже приходят с этой проблемой но а часто человек не понимает и знаете как говорит такая любовь до сих пор люблю как как а любовь это это не любовь это эмоциональная зависимость потому что но это ненормально любить того кто нас не любит кому мы не нужны я считаю это это психологическое не зря это любовь я не про абсолют но и что это не нормально это не любовь это влюбленность это что угодно это иллюзии но я считаю что это ненормально любовь нормальная безусловно и взаимная ну либо она такая знаете к родине нашим уже не взаимный мы говорим о любви человека к человеку мужчина женщина да не путать материнскую любовь и прочее нормальная любовь когда взаимный потому что тогда энергообмен когда нету энергообмена дисбаланс это все что угодно но это не любовь то что человек который вкладывает любит думает эмоции вкладывает вообще знаете бывает так я посвятил я считаю что нужно признаться ты банкрот вовремя признаться это не любовь банкрот эмоционально конечно да ты инвестируешь не туда ну и что значит ты не любишь получается так любовь спокойная тихо и взаимно она вот без страданий вот я считаю что любовь здорово психологически есть даже такой термин я вам сказал адреналиновую а есть дофаминовая любовь то есть это тени медиаторы до которые вот они вот такого пика не дают да но она такая ровная ровная спокойная такая благость вот благость в душе вот тогда это любовь с учетом что она взаимная происходит нормальный энергообмен который должен происходить между мужчиной и женщиной все остальное вот эти вот страдания вот страдания это не любовь но мы привыкли так думать у нас есть такие убеждения это вся драматургия на этом выстроена кинематограф песни все творчество это как раз вот люди рода не как переносят это в свое творчество да и нам кажется что это просто неправильная модель любви нам как раз у дофаминовой эмоциональной зависимости и прочее да ну на этом все творчество выстроено искусство в том числе поэтому ну это нормально это вопрос выбора что какую любовь ты выбираешь ты выбираешь страдать пожалуйста страдает выбор но это хороший толчок да тем не менее для творчества да-да-да-да а потом же это востребовано потому что многим людям это резонирует до мелодрамы да вот женщины которые мужчины слава богу не смотрят нет мелодрамы хотя не знаю вдруг смотрят женщины смотрят мелодрамы почему то есть кто-то снял про меня как будто вот этот фильм согласно статистике три главных песни в который чаще всего поют в караоке куда приходят вот и излить душу это значит только только рюмка ну вот про все три песни про расставание батарейка села на любви у нас села батарейка только рюмка белого напитка на столе вот и еще одно но тоже про расставание и одиночество по-моему могу соврать три песни про расставание просто мы любим пострадать нам видим это нужно но он именно в любом и это нам близко потому что первая любовь она часто невзаимно это страдание вот это воспринимается как настоящая любовь и иногда вот когда говорят будет что вспомнить это как раз хорошо вспомнить ах какая я была молодая глупая влюбчивая ворона но это может вас вспоминать только как юность такую неосознанную незрелую а бывает женщина мужчин уже такие возрасте я страдаю я так люблю чем выше накал страдания тем кажется больше любовь скажите а вот любовь и она настоящая приходит после какого-то определенного срока ну вот сначала влюбленность и потом вот опять несколько стадий любви да совершенно точно и когда настоящее это не секрет и слушайте я их не помню наизусть но я для себя вот так вот определяю что это та стадия когда уже пройдена отрицание и отвращение когда люди уже проходят маленький некий кризис и начинает принимать партнера таким какой он есть то есть очень близкое соприкосновение душевное травмного должна пройти то есть она сумма пересыщение на то есть есть там стадии пересыщение отвращения то есть это надо пройти а любовь это ищи и взаимные то есть это вот связка такая на уровне души и даже до как бы это высокопарно не звучало это как раз глубокое уважение принятия партнера принятие всех его тени недостатков там то есть все это уже такое здоровый выбор я я знаю что мне с ним хорошо и мне другой вот это вот это та любовь которая как раз может пережить очень много чего то есть типичные кризисы классическом нашем драматургическом произведении такая любовь а влюбленности ну считается что до год год и 8 месяцев нормально это влюбленность это розовые очки это вот эти вот скачки эмоции гормонов это влюбленность для чего дается этот срок это же природа обусловлен для того чтобы мужчина и женщина пока они в розовых очках успели там чик-чик ребенка сделать и чтобы мужчина женщину не бросил пока хоть беременную плод свой да и после журналисты после после влюбленности и так ну значит пара зрелая значит нормально у них вообще как бы они нормально адекватно оценивают друг друга они готовы там спариваться и брать совместную ипотеку да 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 когда период влюбленности лучше выводов никаких особых не делать просто может лучше и не надо беременеть в этот период влюбленности такое дело богоугодный процесс такой как бы надо не надо не знаю просто надо нести за это ответственность и все то есть бывает так что вы раз шоры спали бог ты мой кого я люби кто это да то есть нужно понимать да нужно понимать что это нормально ну можно заново присмотреться к партнеру все таки почему-то же он тебе понравился то есть ты не сумасшедший все же я за ответственность да чтобы то есть ну и поиск информации мне кажется что как раз таки большое системное упущение то что деткам в школе не преподают вот эти механизмы биологические там и вообще про коммуникацию даже элементарно абсолютно да да то есть понимание кто такой мужчина кто такой женщина как они обмениваются что происходит в паре какие-то вот это же вот по наитию как родители пережили как подруги рассказали как друзья рассказали и все то есть не хватает порою просто знание для того чтобы взять ответственность нужны знания знания сила сила вот на этой точке жизни утверждающей мы говорим спасибо жане шевелевой женскому психологу коучу тренеру-эксперту по отношениям спасибо большое спасибо